Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, и я заметил то, что в последнее время на ютубе стал попременный игровой формат не в виде летсплеев, а скорее стримов. И тут уже нужен не просто игровой компьютер, а скорее машина для создания контента. И я подумал то, что проведение игрового стрима это будет отличный повод для того, чтобы протестировать вот эту систему. Наверное, для большего эпика надо было сначала вскрыть коробку. Друзья, наверняка вы заметили на корпусе логотип компании Digital Razer. Это компания, которая занимается непосредственно сборкой компьютеров, начиная от игровых и заканчивая сложными системами для стриминга и монтажа любой сложности, с кастомной системой водяного охлаждения, аэрографией, гравировкой и вообще чем угодно. Полный фарш, вот что захотите. Самое главное, что мне нужно, это возможности для стриминга и видеомонтажа. Красивый корпус, это, конечно, круто. Как вы могли заметить, это Corsair из новой линейки Crystal, там, с закаленными стеклами, цветными RGB кулерами, это все очень круто. Материнская плата тоже стоит знакомые нам, друзья, Asus, Republic of Gamers, но самый главный компонент для видеомонтажа установлен в сердце компьютера. Под системой охлаждения от Corsair сейчас находится многоядерный процессор последнего поколения AMD Ryzen. Довольно-таки давно у себя на канале я уже рассказывал про многоядерные процессоры от AMD, и... Да, это было очень давно, но, тем не менее, информация про многоядерные процессоры до сих пор актуальна. Конкретно у меня сейчас установлен AMD Ryzen 7 1800X, и главная особенность этого процессора – многопоточность. Иными словами, это лучшее решение для стриминга и работы с графикой, потому что это как раз те задачи, которые требуют и многопоточности, и большого количества ядер. Но на словах-то это все выглядит очень круто, я же предлагаю погонять в батлу и посмотреть, что из этого получится. Первым делом, конечно же, давайте зайдем в настройки видео, графику, и посмотрим, чтобы у нас все стояло на ультрах. У нас все автоматом выстраивается на ультрах, и это отлично, друзья. Графика выводится 1080p, 60 Гц, отлично. Ну, давайте немножко по летсплеям. Я тут, в принципе, друзья, уже немного прошел, но я думаю, что первая миссия отлично подходит для того, чтобы тестировать игровую систему, потому что там сразу все моменты боя учтены, то есть там и... Короче, в первой миссии есть все для того, чтобы протестировать многопоточность процессора. На самом деле, было бы еще неплохо протестировать бы мой монитор, потому что, честно говоря, чего-то я врагов практически-то и не вижу. Хотя, с другой стороны, это может быть не проблема монитора, а просто камуфляжка у них очень хорошая, ведь в этом же задача камуфляжки, чтобы вас не было видно на поле боя. Ну, если так, тогда камуфляжка тут очень хорошая. Да и вообще, Battlefield это одна из немногих игр, которая за последнее время реально чем-то удивила и хорошей графикой, и геймплеем, и вообще прочим. Ну и самое главное, друзья, то, что по этой игре устраивают турниры и даже конкурсы, в которых вы можете выиграть ценные призы. Tornado Energy совместно с Battlefield проводит глобальный конкурс, в котором можно выиграть кучу геймерских призов, начиная от игрового компьютера Digital Riser, заканчивая различными геймерскими аксессуарами, в том числе и процессором AMD Ryzen. Друзья, конкурс очень глобальный, все призы я вам сейчас не перечислю, поэтому обязательно загните в описание, там более подробная информация. Но пока я вам, друзья, рассказывал про конкурс, меня тут, в общем-то говоря, убили, но и в этом фишка первой миссии батлы, то, что сейчас я перемещаюсь как бы в другого солдата, это выглядит очень динамично. Здесь также мы видим, FPS не проседает, все время показывает четенькие 60, и теперь мы за рулем минигана. Здесь можно, в принципе, особо ничего не бояться, я вам сразу проспойлерю, это миссия заскриптованная, то есть в какой-то момент просто сюда придет огнеметчик, и вам хана. Ну а вот, друзья, как я и говорил, приходит заскриптованный огнеметчик, и вам от этого никуда не деться, он просто вас сжигает заживо. Вот такая, друзья, предсказуемая игра. А вот здесь, кстати, друзья, ставьте лайки, кто смотрел мой влог из Лондона, где я вот видел такой танк вживую, это Марк Первый. Это первый в мире танк, который вот появился на поле боя, у него реально были сбоку вот такие безумные пушки, люди их боялись. Короче, ставьте лайк, если вы видели, как я гонял в Лондон, а если не видели, то ищите, у меня есть это видео на канале, там реально вот такой живой существующий танк. Помимо тестирования производительности процессора в довольно-таки требовательной игре на максимальных настройках, я, конечно же, прогнал его через различные бенчмарки, и результатом я более чем доволен. Но я еще и сразу же попробовал смонтировать, друзья, записанное видео, и вот что здесь самое главное, друзья, процессор должен рендерить видео быстро. И у меня получается то, что ролик, вот при выводе в 1080, он идет 3 минуты 40 секунд, он примерно столько же и рендерится. Это самое главное, потому что у многих монтажеров возникает проблема, что когда вы сделали там 10-минутный ролик, он будет у вас час рендериться. Так вот, это проблема как раз-таки процессора. Если он многоядерный и многопоточный, что немаловажно, то такой проблемы никогда не будет. И 10-минутный ролик у меня теперь будет рендериться ровно 10 минут, ни больше, ни меньше. В общем, процессор от AMD в этот раз показал себя очень хорошо, а я, в свою очередь, надеюсь, что смог вам доступно объяснить, для чего нужно большое количество ядер и многопоточность. То есть, если, да, это у вас что-то где-то подтормаживало или у вас очень долго рендерился короткий ролик, теперь вы знаете, в чем проблема. Я же, в свою очередь, процессором доволен. Вкупе с компьютером и Digital Razer, так это вообще просто сказка. Ждите стрима в ближайшее время, друзья. Меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами до следующего стрима. Счастливо!